доброе-предоброе утро ребята время 6.33 сегодня с опозданием уезжаем на рыбалку вот только загрузились снег дорога вся закрыта пока не почистят средняя скорость 20-25 километров в час ну чё начинаем нашу рыбалку мини рыбалка будет называться маленьким составом едем я и мой напарник ну чё бычок спасибо за прошлую рыбалку дайте нам пожалуйста удачи на эту рыбалку спасибо всем доброго здравия о смотри как его несет видел да вот это да выехали сегодня попозже все-таки снег влияет на рыбалку нашу дай бог чтобы он на клюв не влиял вот такая вот сегодня дорога ребята вчера был тонкий гололед асфальт черный но был гололед а сегодня подтаивает да еще соль насыпали вот здесь уже не почистили снег же мы по снегу идем вот такие дела конец города здравствует рыбалка наша что интересно дорога ребристая как будто учение прошли танкистов вот как в степи есть же вот когда ветра такие да кстати сегодня 10 февраля 2021 год мини рыбалка будем называть эту рыбалку малом составе я и мой напарник сын знаменитого рыбака доброго пути ребята доброго пути нам вот нива тоже видимо едет на рыбалку молодцы кто зимой ездит вот знакомьтесь ребята видите пар идет это тесс нагревает обогревает наши квартиры но это гресовское хозяйство мы находимся в районе греции какие большие изменения происходят у нас смотрите уже какая-то новая заправка появилась зеленого цвета и как он называется компас компас вот это пожалуйста вот и ген патыр проезжаем было делать когда снег начался и постоянно чистить впереди копчегай мой напарник и служба не работает не чистят довольно таки нормальная дорога асфальт скряпать не будут они примерно вот так скорость небольшая главное добраться благополучно раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять-десять-двенадцать 12 кабинок сделали на обратном пути ну вот сегодня мы на заправке доливаем полный бак вот она гвардия девчонки сидят вот видите машина в каком состоянии у меня вся в снегу так нравится мне проезжать копчегай вот эти сооружения необычные вот эти сооружения необычные уже светлеет дни прибавляется кто бы мог подумать что за 30-35 лет вот такое будет и будут такие изменения там слева тоже что-то новое построили тоже казино наверху вот это вот последнее построили я не знаю действующий или нет о, смотри там вообще световой эффект такой вот на выставку выставляй вот эти съемки наши да, плюсовая температура вот мой напарник говорит что с берегов, да, оттаивает вот ты вчера был, да, на рыбалке или позавчера в воскресенье где ты был? на голубом заливе на голубом ну и что там этих в облачек наловил вот смотрите вот она уже прорезалась вода открылась здесь на плотине вот эти наши шлюзы видите вон вон там было у нас в левой стороне было форелевое хозяйство экспериментальное такое ох, как там клевало там же их кормили эту форель а к ним приходили амуры вся рыба приходила вот проходной вот здесь такая красота была или смотри, закрыли забором вот эта скала вот напротив нас вот его мы огибаем там идет тропинка я десять лет по этой скале по этой тропинке пешком ходил на рыбалку вот интересные такие моменты жизни здесь вот на этом повороте обычно любили наши друзья стоять вот где вот этот его же отсюда не видно скоростной режим кто нарушает их здесь здравствуйте будьте добры и приехали да? да? ты не попадал? нет, не попадал здесь не попадал не попадал, да? ну вот, счастливого пути да вот такая панорама мы спускаемся с моста вот те горы вон видите? вот примерно мы туда должны добраться вот он Копчегай остров любви где у нас? вон он, да? вот он да но здесь ребята все полностью льет льет, льет, льет но здесь очень жила одна собака или лиса я на крышу закинул рыбу в свое время наловил судаков утром эта лиса или собака умудрилась залезть по тенту ко мне на крышу и выбросить эту рыбу ну и половину съела, конечно вот приятные воспоминания вот такие об этой местности остров любви подъезжаем ребята, щенки льды вот сейчас будем поворачивать на насосной станции в свое время был очень хороший городок это щенки льды лука, чеснока все здесь было 10-15 процентов гаишников тоже здесь раньше внесли службу чтобы не было беспорядка всяких вот это вот сооружение не знаю памятник для чего построили это был пост гаи раньше с правой стороны сейчас он уже действует сейчас будет поворот направо нас встретит сейчас речка фингелька наверное как эта речка называется вот здесь фингельдинка вот бы мальков половить в городе уже практически и на речках мальков нет, ребята я не знаю как дальше жить будем три с половиной часа вдвоем ходили гоняли, гоняли кое-как 20 штук поймали пришлось купить этих фингельчиков но их почему-то не любит это судачок то не брал да судак в прошлый раз? ни одного вот пожалуйста ребята нарезку и то лучше берет да? нарезку взял сам? нарезку да вот надо попробовать вот на этой речке попробовать вот вон она видите течет вот она с этой стороны речки ну вот подъезжаем к магазину сейчас кое-что купим с сеном с сеном с сеном так оно о водку взяли уже водкой заряжается пойдем в магазин что-то заснимешь меня в машину надо пищу да не надо оставь ее оба оба вот она сенгильды на здравствуйте девочки рыбаки пришли к вам нам три хлеба дайте и конфеты доброе утро надо говорить так кому она добрая а кому еще добрее еще добрее о молодцы вы знаете нам надо водяному мы теперь берем водяной вообще водку пьет водяной знаете вы же не живете рядом пьет да нам конфеты дайте мне кажется в конфеты больше вот давайте готовить по 1500-1500 сделайте средние вот 1600-1500 сделай 1550 и вот правильно да правильно а вот эта девушка че делает складываете да как красивый дед и глаза красивые вы сеньги живете ну вот ребята водяному купили мы водяной будет кушать все вот эти дела до вот пошли на обгон и машины это местные, да? местные щенгильды где-то уже повороты идут на насосные станции вот они лотки это для полива этих зеленых насаждений лука, чеснока вот это поля где были все самые посажены лук раньше вообще это было поставлено вот какие-то ангары построили вот такие изменения здесь происходят лотки половина стащили уже наверное больше половины тише езжай встречный идет ох ты как он идет вот здесь обычно на углу гаишники стояли раньше вот где белая машина вот такая дорога у нас вся пыльная не дает обгонять смотри смотри снега по пузу что давани его он тоже придавка притапливает да? а там где лошади идут остановись почему-нибудь ну вот ребята подъезжаем к повороту вот этот знаменитый столб который указывает поворот направо это шестая насосная станция лед стоит да? классно стоит при том 40-50 сантиметров вот запомните вот этот вот столб вниз идет шестая насосная станция мы поедем по средней дороге вот здесь сейчас остановись проедь вот так по средней дороге остановись мы на шестую не поедем мы сразу поедем туда седьмая восьмая девятая если была бы десятая может быть и на десятую бы уехал вот среднюю дорогу выбирай вот эту вот примерно так вот так начинается дорога у нас да? ну все давай пока вот еще раз показываю этот столб который указывает что влево вон дорога идет видите? влево идет шестая насосная станция лед стоит крепкий конкретный вон там справа раньше была открытая вода сейчас ее и не видно значит она тоже затянута а вот здесь вот проходит щель посмотри какая щель идет видишь вон черная полоса вон при это вот между пятой и шестой да? вон вон да вон разрыв вот это опасно если ветер с севера подует весь этот лед вот тянет туда а вон с берега я смотрю как там нормально да вроде бы да стоит вот мы по средней дороге будем двигаться в сторону седьмой восьмой девятый насосные шестой потом на обратном пути сейчас заедем посмотрим что там делается вот такая примерно панорама на сегодняшний день Алтын-Емелевские горы начинается здесь и поехали мы вдоль нее будем ехать вдоль столбов джейрантики джейрантики побежали побежали белые попочки смотри аж пыль идет ну вот наконец ехали ехали приехали поставили газовую горелочку вон она шумит значит палатку нашу метр восемьдесят на восемьдесят кажется натянули тент значит снизу если привязать это будет классно здесь вот замки чтобы это закрылась она вот для ночи здесь тоже вон сапки и здесь конечно вот вверху здесь телевизор смотреть здесь яблоки вода чтоб не замерзла ну и конечно потом снимаем здесь белые простыни это место на двоих у нас видите как получается вон прекрасное ложе вот чем хороша эта машина пусть она старая аналогов на сегодняшний день нет у меня утро следующего дня клев был очень слабый ребята я всего двух штук поймал хвастаться нечем но зато была метель конкретной 12 где-то метров в секунду смотрите мои вещи как под снегом вот такие укрыл видите под эти за рекой снегу то сколько навалило и вот пока будем готовить сейчас с утра завтрак мой напарник здесь конкретно здесь смотрите вот раз видите вот затянуло все красиво тепло было и вот мой напарничек здесь доброе утро Женя о видишь он а кому еще добрее кому еще добрее вот примерно вот такой интерьер Женя расскажи мне про вот эти хлопья смотри какие хлопья падают елки это сантиметров по четыре по три блин ой-ёй-ёй-ёй-ёй смотри вот это да вот вот ребята картина вот такая снег выпал только один флажок что там есть я не знаю вот смотрите настоящая экстремальная рыбалка такими хлопьями падала вон до конца размотал не знаю как там есть или нету ай ай-яй-яй-яй ай-яй-яй какой-то шутенький ай-яй-яй Маленький, но шустренький такой Спасибо Водяному Вот такое вот дело И вам спасибо, ребята Ну вот, только флажок торчит, видите, видишь Вот ничего не прикасало сюда Не знаю, будет рыба, не будет Вот со стопора снять надо, вон он Маленький какой-то Давай, давай Ой-ой-ой Сейчас Водян всегда ойкает Потому что у него лесочки все такие тоненькие Вот он, треставчик, ребята Хотите посмотреть лесочку, смотри здесь Я всегда говорю, хвастаюсь 0,18, 0,18 Вот она 0,18 Ну вот, опять девственные Снег Хорошо завалило, ребята Обратная дорога Вы знаете, какая будет здесь Как заметет Вон она А нет, здесь уже не то может и не быть Вот видите Потому что Не было этого Все, этот остался Это я, ребята, немножко нарушил свою Я делаю резку Посмотрите, видите Маленькая резочка Плещ Можно в облу Так, посмотрите Видите за кожицу Раз Вот и все Все дела Сейчас узнаем Только размотала Еще раз показываю Видите, вот Потайки сделаны Это стопор И раскрутилась До дна сейчас дойдет Вот До дна дошла Чуть-чуть приподняю Чтобы Чтобы резко Вот это Была на полу То есть и на дне А на таком расстоянии Где-то примерно Вот на таком У нас малек Опять К следующей лунке Подходим, ребята Очищаем Первым делом Смотрим Застопорилось Или нет Вот Вот он на стопоре Видите Дальше не идет Снимаешь его со стопора На всякий случай Есть или нет Ох ты Оборвал он его Вот это да Вот так, ребята Смотрите Вот он обрыв И при том Кевлар, ребята Это кевларовая Ниточка Вот такие Чушечки попадают Вот результат Я вас приветствую Веселые лица Дядь Фаима Рыба Фаима Смотрите Опять девственное место Значит Всего Два суточка За ночь Получается Так Этот посмотрим А где он Кожах пустой Ничего в нем нету Вот он Видите Он у него Во рту Побывал уже А знаете Почему Потому что Она вот так Вот зацепилась Подсечки Не произошло Ребята Это очень Важная вещь Возьмите Его за хвост Он еле живой Видите Я хвосты Ему обрубаю Но он Живой еще Можно Заменить Эту Понимаете А это Вот На Голубом заливе Мой напарник Ловил Воблу Маленькую И вот Резко Оттуда Идет Видите Ошибка Какая Она Подтекнулась Во рту Побывала Но Крючок Сам Понимаете Обрыбу Обрыбу Подтекнулась Вот поэтому Ее И нет Он Размотал Много Проверяем Смотрите Видите Катушка Идет 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 Остановилась Все Вот так Оставляйте Можно Чуть Чуть Приподнять Это Называется Настоящая Экстремальная Рыбалка Вчера Такой Ветер Был Страшный Видите Сколько Снега Выпало Вот Он Почти 20 Сантиметров Клево Практически Не было Всего За день Две штуки Я взял Так Проверяем Стопор Вот он На стопоре Видите Не крутится Снимаешь Стопор На всякий Случай Есть Нету Ну Небольшой Есть Маленький Судачечек Такой Маленький Маленький О Спасибо Вот примерно Вот так Ребята Сейчас Поим Улыбается Ну Вот Ребята Значит Что Подводим Итоги Вот Там Вон Еще Стоят Я Просто Боюсь Что Мой Телефон Промочится Потому Что Кнег Идет Обильный Вот Вот Это Называется Экстремальная Рыбалка Настоящая Вчера Дул Ветер Все Пронизывалось Все Это Видите Что А Любой Дурак На хорошей Рыбалке Может Когда Все Чистенько Хорошо Как на Диване Вот Она Настоящая Рыбалка Сейчас Мой Друг Там У Него Вертолетики Вот Так Вот Все Закопал Он Будет Их Искать Еще Десять Часов У Мне Это Хоть Флажки Подымаются